Владимир Боисович, перемешается 8 марта, всеми любимый женский день. Что в его преддерии вы хотели бы рассказать нашим тележитетам? Я на днях ехал в автобусе и столкнулся со своим знакомым. А он мне сказал, что вот хотел бы он услышать историю свято-троицкого женского монастыря. И мне пришла мысль, конечно, о нем нужно рассказать. Благо я живу буквально напротив монастыря. Когда же возник этот монастырь? Тяжелый вопрос. Сведения о его возникновении не сохранилось. Можно только догадываться, что это произошло в ранние годы правления первого русского царя из династии Романовых при Михаиле Федоровиче. В этом году исполняется 400 лет со дня создания царской династии Романовых. Вот теперь и считайте, что около 400 лет тому назад на нынешней улице Горького в Курске возник женский монастырь. А есть все-таки какая-то примерная дата основания монастыря? Ну, это где-то в 1621 году. При всей скудности исторических событий, как мог выглядеть тогда этот монастырь? Первый курский краевед Сергей Ларионов еще в конце XVIII века в своей книге «Описание курского наместничества», используя писцовые книги, так написал, цитирую, «В Курске на Посаде за большим старым острогом девичий монастырь, а в нем церковь живоначальная, троицы деревянная, келий 21, а в них живут 35 старец черных». Обычно около монастырей образовывались слободки. Кто там жил? Вот Ларионов тоже описал это. Цитирую. «Около монастыря жили ремесники и бабляки. Еще в слободке были келии для убогих. Из старинных документов известно, что при строительской церкви было кладбище». Владимир Борисович, вы живете у древней святой курской земли? Да живу я в очень интересном месте. Вот когда в церковный праздник ударяют колокола Ильинского храма, Серега Казанского собора или той же Троицкой верхней церкви, что совсем под боком, и даже в форточку на кухне я слышу далекие звуки Знаменского монастыря. Я испытываю какое-то удовольствие, что я живу в самом центре древнего города. Ну как хорошо, что вот эта патриархальная улица практически не застраивается и сохраняет свое лицо. «Это верно, но вот все-таки сооружение на улице Уфимцево, десятиэтажного громадного дома, жилого, очень жаль, он закрывает вид на Серега Казанский собор». Какие события в старину сотрясали монастырь? «В 1680 году случился в монастыре большой пожар, все сгорело». А как быстро монастырь восстановили? «Да уже в 1681 году игуменья Пелагия выстроила новую деревянную церковь в честь Святой Троицы с пределом в память обновления храма Воскресения Христова». И долго просуществовал этот храм. «В 1695 году той же игуменьей Пелагии была заложена та каменная двухэтажная церковь, на которую мы теперь смотрим». «Она сохранилась до наших дней». «Со временем были пристройки, но вот, Антон, если вы зайдете с востока и посмотрите на алтарный фасад, вот вы тогда увидите следы той исторической эпохи, когда молодой царь Петр I совершал азовские походы». «Вы сказали, что новая церковь имела два этажа. Что в них размещалось?» «Вот главный престол находился на верхнем этаже и был освящен во имя Пресвятой Троицы». «А в нижнем этаже?» «Там честь Смоленской Божьей Матери». «Кто приходил в этот храм?» «Вот интересно. Церковь Святой Троицы была приходской, и жители ближайшего окружения как раз и ходили в этот храм. А в нижнем обычно молились монахини». «Когда эта церковь приобрела современный вид?» «Дело в том, что в зимние времена в храме было очень холодно, и тот, кто болел, или тот, кто имел одежонку слабую, не могли пойти на богослужения. Вот тогда и возник вопрос о строительстве теплого храма». «Когда же он был возведен?» В 1836 году при губернаторе Муравьеве, игумене Тавифа, обратилась к архиепископу Илеадору с ходатайством о пристройке к церкви теплого храма. «И когда же здесь появился этот теплый храм?» «Ну давайте мы об этом расскажем в следующем сюжете». Субтитры создавал DimaTorzok